друзья всех приветствую в начале очередной торговой недели мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркетс оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставите лайки ну что ж не знаю как вы друзья но я начинаю неделю с очень хорошим настроением хотя бы потому что сегодня у меня есть возможность констатировать сделанные цели по американскому фондовому рынку надеюсь то что вы делали ставку на длинные позиции по снг и вместе со мной и в частности уже наверняка могли заметить то что этот индекс добрался до цели которая ранее честно говоря казалось абсолютно немыслимой 4700 пунктов максимум был еще выше 4711 пунктов после того ралли которое мы наблюдали которым очень хорошо воспользовались в последнем полтора года уже не кажутся такими неимоверными значения в 5 тысячи выше и знаю то что многие мои коллеги и не только мои коллеги многие аналитики эксперты там представители разных инвестбанков тоже считают что 5 5 500 это более чем реально причем в самой короткой их перспективе я считаю что когда рынок дает возможность очень хорошо заработать как это было по мощным восходящему ралли фондового рынка этот актив можно смело помещать в разряд дружеских и собственно на некоторое время оставить его в покое я думаю что у нас будут дальше более оптимальные точки входа может быть даже после коррекции которые мы используем и соответственно сможем основа на этом заработать если друзья вы по-прежнему в длинных позициях и уже отметите на 4 800 4 900 и 5000 я вас поддерживаю но в сделках пока участвовать не буду по поводу рынка драгоценных металлов по золоту тоже я рассчитывал что после заседания фрс после того пинка который должен был быть оказан доходности американских трежерис ну скажем так в плане нисходящего развития динамики и их он был оказан потому что доходность американских трежерис сейчас десятилеток находится на отметке один сорок шесть сотых процента а странно что доллар пока что топчется на локальных максимумах но если вы посмотрите дневную свечку даже вот по поверхностному представлению о том что такое технический анализ можно найти сигналы уже формации подтверждения потенциального разворота я рассчитываю на то что он последует уже в самое ближайшее время 94 27 сейчас по индексу доллара на фоне тех показателей которые мы видим по доходности американских трежерис конечно же доллар должен быть еще ниже снижением доходности американских облигаций воспользовались как раз покупатели рынка драгоценных металлов а по золоту я вас ориентировал на цели 1815 1825 это краткосрочные цели нам нужно конечно же уверенность укрепляться выше 1800 долларов за трой с концу чтобы претендовать на движение выше и мы эти цели частично сделали сейчас котировки 1819 я думаю то что при текущем новостном фоне при текущем фундаменте при их общем рыночном позиционировании при ставке большинства что золото должно снижаться при такой доходности американских трежерис и ожидания дальнейшего снижения курса американского доллара золото может в рамках даже этой недели попробовать побороться за значение друзья 1840 1850 поэтому лично я считаю что золото в частности станет одной из самых интересных инвест идей в рамках этой недели и буду останавливаться на нем все подробнее и подробнее на прошлой неделе кстати я говорил что если оценивать активность институциональных трейдеров а по данным cfc комиссии по торговле товарными фьючерсами были намеки на то что крупные фонды либо один крупный фонд не знаю не могу вычленить из общего набора позиции количество игроков наверное это невозможно но как вы помните 5-6 недель подряд совокупный лонг увеличился увеличивался на 15-20 тысяч контрактов и может быть при текущем развитии восходящего движения действительно была стратегия какого-то фонда постепенно входить в актив не привлекая внимание ждать и как раз набора необходимые совокупные нужны этому фонду позиции и потом уже наблюдать за развитием того ралли который будет приносить профита именно на в плане развития восходящей динамики если этот сценарий оправдается друзья то золото будет котироваться куда выше текущих значений и я намерен этим воспользоваться наверное как и многие из вас по поводу пятничной статистики по non-farm pearls хотя давайте пару слов все-таки еще вспомним про итоги заседания американского регулятора как вы помните ставка а прежняя начала сворачивания программы количественного смягчения на 15 миллиардов долларов в месяц конца ноября 10 миллиардов казначейских облигаций и 5 миллиардов это тот объем именно части вот этого опула по снижению программы количественного смягчения приходилось на ипотечные бумаги так вот по текущему плану американского регулятора программа количественного смягчения будет завершена к середине следующего года летом фактически после чего можно будет вернуться к вопросу относительно повышения процентных ставок почему я продолжаю друзья настаивать на том что эти итоги пресс-конференцию в том числе нужно трактовать как а в целом риторику которая сопровождала и оглашение ставки пресс-конференцию нужно трактовать как мягкую потому что американский регулятор на мой взгляд довольно четко дал понять что пока что не намерен повышать процентную ставку до тех пор пока не восстановится рынок труда и пока инфляция не стабилизируется в районе двух процентов даже после последнего отчета по нон фарм пэрлс который мне кажется его в целом нужно воспринимать в лучшем случае как нейтральный негативный если есть такая формулировка в худшем случае негативный потому что пятьсот тридцать одна тысяча новых рабочих мест это скромный показатель для а то экономики которая претендует сейчас на закрытие вопроса со слабым сектором рынка труда и американской экономики в текущих условиях нужно создавать по семьсот пятьдесят по миллиону собственно это не мое мнение это оппозиция регулятора который ранее озвучивалась то есть если отмотать немного назад риторика фрс была следующей что случае если американская экономика в течение двух трех месяцев начиная с сентября вы помните тогда будет создавать по семьсот пятьдесят восемьсот тысяч тогда будет уместно а поднять процентную ставку сентябрь октябрь и август еще сюда добавим который был также слабый данные которые как мы помним были крайне слабыми доказывают то что американской экономики еще очень далеко до таких показателей занятости соответственно делаем вывод что также и далеко и до решения о росте процентных оставок а инфляция вызвана как вы помните согласно комментариям а паула временными факторами и нет абсолютно никакой необходимости бороться с ней поскольку если это временное явление оно будет как бы решено и самопроизвольно устранится как проблема в самое ближайшее время поэтому возвращаясь к главному комментарию павла относительно перспектив процентной ставки они не будут меняться я думаю что точно до 2023 года поскольку для американского регулятора сейчас важнее сосредоточиться на экономическом росте и на решение проблем с безработицы и решать вот эти вот на проблемы и задачи невозможно высокими процентными ставками потому что это еще больше омрачит перспективы экономики и создаст трудности при которых ситуация на рынке труда ухудшится поэтому мягкая риторика американского регулятора которая была приправлена еще слабой хен а статистикой и слабыми данными я все-таки буду считать их слабым по нон фарм пэрлс а это очень хороший тандем виде аргументов для того чтобы оправдать идею снижения курса доллара индекса американская валюта и судя по тому что мы видели на американском фондовом рынке судя потому что мы сейчас наблюдаем по 10 летним трежерис и по золоту собственно со мной еще вот эти вот явления поведения этих активов а полностью согласны рынок нефти 83 68 жду на этой неделе возобновление восходящего раля потому что объем нефтедобычи остался прежним страна пек не согласовали дополнительное наращивание нефтепроизводства при актуальном глобальном топливном энергетическом кризисе полагаю что спрос будет по-прежнему опережать а предложение мне прямо интересно будет в конце года подытожить насколько но я думаю что это точно будет больше чем на 1 миллион то есть предложение не будет доставать до спроса ралли сегодня мы видим котировки нефти выше закрытия прошлой недели цели 85 90 85 этот перевалочный пункт 90 как ближайший целевоуентир все еще актуальнее и что касается остальных финансовых активов за которыми я слежу фунт против доллара как вы знаете я в короткой позиции верю то что банк англии хотя бы в рамках последнего заседания этого года в декабре созреет на повышение процентной ставки и до этого каждую неделю будет нам намекать готовить к тому что это решение последует поэтому думаю что фунт могут очень быстро на выкупить доллар канадец здесь я ставка в шорт потому что опять же растет а нефть и довольно неплохой отчет по рынку труда канады количество новых рабочих мест почти 32 тысячи прогноз был ниже и уровень безработицы снижается 6 7 процента с 6 9 хороший опять же тандем в связке опять же с потенциально слабым долларом и соответственно пара пойдет к нашей цели 1 23 и австралийца продолжают держать в лонг целями 0 75 0 76 и тоже все без изменений друзья на этом все хорошего торговой недели и до скорых встреч всем пока